Сохраняется угроза разлива нефтепродуктов в море. По данным морского координационного спасательного центра, на момент, когда судно затонуло, на борту было около 30 тонн дизельного топлива. Вениамин Кондратьев вместе с главой краевого управления МЧС посетил пункты мониторинга в Анапе. Работают 9 таких бригад. Спасатели на берегу и с вертолётов следят за акваторией. Губернатор также провёл селекторное совещание. По информации МЧС, пока никаких нефтяных пятен на поверхности моря не обнаружено. Я требую, чтобы вы обеспечили все мониторинговые группы, все необходимые техники и средства для того, чтобы качественно осуществлять поиск в случае, если масляное пятно есть. Обеспечьте всеми необходимыми техническими средствами и материалами для того, чтобы это пятно можно было извлечь. И третий момент, всё необходим для того, чтобы его можно было утилизировать. Вот этот горючий смазочный материал, по большому счёту масло и не важно, что это будет, топливо. Так, чтобы было в первую очередь и безопасно, и мы не нанесли вред экологии побережья. В районе 18 часов всё-таки прогнозируем поворот ветра от течений в сторону моря, поэтому при самом наихудшем положении прогноз выхода вероятности очень... прогноз выхода этого нефтепродукта на берег очень незначительный. По прогнозам синоптика, ветер в месте крушения сухогруза стихает. Это серьёзно поможет в поисково-спасательных работах.